На этой неделе глава региона Кумар Аксакалов побывал на заводе маслодел. Петропавловский завод маслодел открыли в 2004 году. В ассортименте были только молоко с коротким сроком хранения и несколько видов кисломолочки. Продукцию казахстанцы полюбили за качество и доступную цену. Число покупателей росло и в итоге спрос начал обгонять предложения. Стало ясно, заводу нужна модернизация. Ее начали в 2018. В декабре этого года запустят новую линию по упаковке ультрапастеризованного молока и сметаны мощностью 32 тысячи тонны. Сейчас идут пусконаладочные работы. Благодаря новой линии у вас там 8 новых номинований появляется, так? Да, мы сейчас будем их запускать, они сейчас в работе, но уже упаковка готова. Сейчас как только приходит машина, мы запустим все. Продукцию сейчас поставляют в 21 город Казахстана. Ультраупаковка пастеризованного молока позволит предприятию выйти на международный рынок. Полезный и вкусный продукт может храниться полгода. Новая линия увеличит мощность предприятия с 88 до 120 тысяч тонн в год. Начинается зимний период времени и приемка молока снижается. Сейчас молоко мы принимаем где-то 110-140 тонн. А чтобы задействовать мощность, мы упускаем молокосодержащие продукты, вот Милково. Тоже продукт, который пользуется очень большой популярностью и жирность у него идет от 1,5 до 6%. То есть продукт тоже очень вкусный. Его специально сбалансировали по составу, чтобы он такой был приятный, с сладковатым вкусом. И он как раз очень полезен для организма. Для модернизации завода вложили 4 миллиарда 800 миллионов тенге инвестиции. Создадут 85 новых рабочих мест. О важности переработки говорил глава региона. Сейчас мы производим в 22 раза больше молока, чем потребляем. Сырья достаточно, но перерабатываем мало, чуть больше половины всего объема. За 9 месяцев этого года в области произвели почти 500 тысяч тонн молока. По итогу года надо выйти на 600 тысяч, отмечает Кумара Сакалов, что на 10% больше уровня 2019-го. Увеличивается производство молока за счет новых ферм, которые были построены и сданы в прошлом году. И ежегодно будет увеличение производства молока за счет тех ферм, которые мы начали строить. В этом году мы строим 12 современных ферм. И для нас план, для себя мы обозначили, что каждый год мы должны 10-15 ферм строить и сдавать. Чем больше молока, тем выше загруженность заводов и шире ассортимент. Три года назад в области выпускали 98 видов молочки. Сейчас 150. Но вот сыр мы все еще завозим из других регионов и стран. У нас сегодня потребность в сыре 1700 тонн. Мы производим 600. Это 31% всего лишь. Молочный союз начал тоже модернизацию своего завода. 4 миллиарда тенге будет вложено. В модернизацию новые линии приобретаются, особенно по производству сыра. И на следующий год мы его запускаем. 2500 тонн сыра будет произведено. Даже экспортировать будем, но главное закроем потребность своего региона. Все-таки Северный Казахстан – лидер в стране по производству молока. К слову, вот уже пятый месяц нашу область в группе тех, кто по темпам развития опережает среднереспубликанские показатели. На этой неделе в столице Казахстана прошла сельскохозяйственная ярмарка. Официально она должна была открыться в 9 утра. Но жители столицы уже с семи стояли у прилавков. Выстроились очереди, а на парковке яблоку негде было упасть. Без покупок ни один не уходил. Кто-то уносил скромный пакет, но чаще всего люди шли с мешками и тележками. Что, в общем-то, неудивительно. По таким низким ценам натуральную, экологически чистую продукцию не найти. К примеру, овощи. Морковь, картофель, свекла, капуста по 70 тенге за килограмм. От клиентов нет отбоя. Подошли прошелогодние наши покупатели. Сказали, мы вас ждали. Прошелогоднюю продукцию, которую они брали, понравилось им. И они в этом году нас дождались. Да и новые клиенты североказахстанские овощи тоже берут охотно. На зиму готовимся. Картошки, лука, морковки. Все купили. И как цены? Ну, приемлемы. Против того, что на базарах или на нашей ярмарке. Тут дешевле намного. Дешево. 70 тенге всего лишь. В Мурсултане таких цен вообще нигде нет. Продукция северного Казахстана всегда отличалась качеством, отличалась ценой. С удовольствием для дома мы любим морковку. Пьем сок натуральный. Взяли побольше морковки, взяли картошки. 10 упаковок таких Таньшу знаем. Поэтому Таньшинская продукция, земля прекрасная. И я считаю, что это экологически чистый продукт. Славится в Североказахстанской области молочной продукции. В столице ее знают и любят. Молоко, сметана, творог, масло. И все это по цене ниже средней рыночной. Самая длинная очередь выстроилась за булаевским маслом. Жители столицы говорят, в Мурсултане его продают. Только вот найти сложно. А здесь бери сколько хочешь. И хотели жители столицы много. Брали по 20-30 пачек. Стало понятно, такими темпами масло и к обеду не останется. Чтобы хватило 7, ввели ограничения по 10 пачек в одни руки. А после сократили до 5. В итоге клиенты, купив их, заново встают в очередь, чтобы получить еще 5 пачек. А потому что оно вкуснее. Мы вот специально ждали вот этот рынок, ярмарку, чтобы они, как говорится, вот за этим маслом пришли с утра пораньше. Булаевское масло отличное. Прямо Тай-Эдварту. Оно такое вот нежное и приятное на вкус очень. Поэтому нам очень хочется его вкус. Но оно стоит у нас гораздо дороже, поэтому мы пытаемся здесь взять хотя бы побольше. В среднем в Нур-Султане пачка обойдется в 750 тенге, а на ярмарке всего 500. От разнообразия разбегаются глаза. Витрины ломятся от ассортимента колбасных изделий. По соседству прилавков с мясом нет отбоя от покупателей. Область привезла свыше 70 тонн мяса. Все раскупили. Мне нравится. Мясо нежное, когда сваришь, не жесткое. Сегодня купил конину. Цены хорошие. В северном Казахстане отличное мясо, потому что в этой области разнотравие. По этой же причине мед улетал с прилавков. Таким разнообразием полезного лакомства может похвастать далеко не каждая область. Особенно в северном регионе и кумыс, говорит Мураджумабаев. Житель столицы этот напиток очень любит. Пробовал кумыс из всех уголков страны. Вкус этого кумыса понравился, правда с кислинкой немного. Но пить приятно. А главное полезно. Натуральный продукт. Никакой химии. Цены очень привлекательные. Как и на рыбную продукцию. Североказахстанские озера подарили мясистых и крупных щук, карасей и пелядей. Цена последних 700 тенге за килограмм. Тогда как средняя рыночная 1100. А кило муки высшего сорта можно было купить всего за 200 тенге. Цены на порядок на 15-20% ниже рыночных, которые на сегодня в Нур-Султане продают. Ежегодная ярмарка. Ежегодно мы участвуем в этой ярмарке. На продукцию в принципе жалоб нет. У нас в принципе экологическая чистая продукция. И пользуются хорошим спросом. Сегодня участвуют в ярмарке все 13 районов и город Петропавловск. Это порядка 130 компаний. И переработчики, и местные сельхозтовропроизводители. Это более стадное именование всякой продукции. От курты до макаронных изделий, а еще широкий ассортимент сладостей. И даже североказахстанским ремесленникам место нашлось. Всем предоставили бесплатные точки для продажи. Такие ярмарки столицы проходят каждые выходные. По две области представляют свои лучшие товары. Северный Казахстан и Павлодарская завершающие. Многие специально ждали, когда приедет именно наш регион. Я каждый год в Североказахстанской области беру муку. Мяса тут очень много. Но спасибо, что цены не очень дорогие. Так что мы довольны. Каждый год приходим на ярмарку. Специально ждем, когда будет Североказахстанская область. Запасаемся овощами. Мясо нам очень нравится. Вы сегодняшнюю ярмарку ждали? Обязательно, обязательно. Потому что как раз обе любимые области. Ассортимент очень большой, очень хороший. И слава богу, мы довольны. На ярмарке Североказахстанская область представила около 700 тонн продукции. Раскупили почти все. Новая спортивная площадка для всех горожан. Она займет территорию бывшего стадиона «Динамо» и небольшой участок центрального парка. Скоро здесь поставят новые тренажеры, построят волейбольную, баскетбольную, мини-футбольную площадки и еще беговые дорожки. А для любителей покататься на роликах и скейтборде – отдельные дромы. Рядом появится большой стадион с трибунами, рассчитанный на 160 мест. Стоимость проекта оценивается в 240 миллионах тенге. Начался проект в сентябре этого года. И ориентировочно мы хотим сдать 20 ноября. Трудится около 30 человек. В данный момент мы завершили проект на 50-70%. Общая площадь составляет около 8 тысяч квадратных метров. С реконструкцией спортивной площадки ознакомился глава региона. Кумар Ахсакалов отметил, что благоустройству областного центра уделяется большое внимание. Только в этом году сумма вложений составила полтора миллиарда тенге. Центральный парк, он оснащается такой большой спортивной зоной, доступной для всех. Полноценное футбольное поле, полноценные дороги беговые, детские игровые площадки. Изменилась и привокзальная площадь. Красивые фонтаны, архитектурные композиции, стильные фонари. Изюминкой стали скамейки с названиями городов Казахстана. Сделали все, чтобы гости Петропавловска чувствовали себя как дома. Около 4000 квадратов зеленых насаждений, то есть это газон. Около 200 деревьев было посажено, пустарников. Также восстановили два фонтана. Ну и самое главное, наверное, здесь автополифт установлен. С ранней весны до глубокой осени, до конца октября, до первого снега, я думаю, будет зеленый эффект. Современная и яркая привокзальная площадь стали отличным подарком для жителей и гостей города. После тренировки обычно, когда возвращаюсь домой, прям глаз радуется. Площадь изменилась, конечно, капитально. Площадь изменилась хорошо, здорово, в лучшую сторону. Мы довольны. Еще пять новых скверов в этом году появятся в разных уголках города. Большие планы и на 2021-е. Мы продолжим благоустройство улицы Брусиловского. В обязательном порядке это будет тоже пешеходная зона, красивая, со своей изюминкой. Мещанский лес. Мы планируем там устроить большой парк в самом лесу, то есть ничего не нарушая. Вот ту часть, которая была вырублена под застройку жилья. Мы сейчас с компанией ведем соответствующие переговоры, чтобы выкупить эту территорию, там сделать стадион. За театром кукол, детским театром, тоже будет небольшой парк. В здании железнодорожного вокзала ремонтные работы завершат к концу года. Оно будет соответствовать всем мировым стандартам. Есть еще и приятный бонус. Для удобства пассажиров автобусную остановку установят прямо у входа в здание. Когда произносят имя Абая, добавляют эпитет Великий. О бесценном вкладе основоположника казахской письменной литературы говорят общественники. Они вместе с Акимом области посетили сквер, в котором можно увидеть керамическое панно, посвященное поэту. Для того, чтобы стать немножко лучше, образованнее, культурнее, требовательнее к себе. Если человек увидев Абая, он должен так поступать и сделать хотя бы небольшой шаг на пути к этому. И этому как раз таки способствуют те образы, которые остаются в памяти визуально. Памятники, вот такое панно. И к тому же оно отлично вписывалось в городской пейзаж. А добавив пару фонарей и лавочек, территория стала уютным сквером. Нам очень нравится новый сквер, все красиво, лавочки, чаши. Мы здесь все время ходим и все ждали, чтобы здесь отдыхать. Когда особенно молодое поколение проходят, и так или иначе в голове откладывается, что это великий человек. Это одна сторона, что это историческая личность, что это великая личность. А другая сторона – это украшение нашего города. Разрабатывать экскиз керамического панно начали в январе. Воплотить идею в жизнь было непросто. Работа с керамикой – сложный технологический процесс. Такие композиции монументальной живописи в нашей стране сейчас не встретишь. В независимом Казахстане это первый такой проект городской архитектуры. Это тоже самое, та же керамика, это обжиг, здесь 830 градусов. Очень сложно было собирать, потому что очень много сегментов, которые нужно собрать в один. Это как дети играют в пазлы, это почти то же самое, только надо чуть-чуть больше угадывать, вот и все. Угадали с образом русского драматического театра имени Погодина. Правда, если посмотреть на него сейчас, мало что понятно. Каким будет храм Мельпомены, видно только на эскизах. Ясно одно – изменится все. По фасадной части работы завершены, именно по травертину на 60%, правую сторону уже закончены. Сейчас вот идет у нас парапет, уже под систему готовят, и та сторона точно так же, она уже на 50% завершена. Это все будет травертин, да вот. На входе встречать ценителей прекрасного будет творческая композиция. На стенах, что на первом, что на втором этажах – кжель. Оттолкнувшись от этой русской народной росписи, получили и цвет, и атмосферу театра. Дополнит ее авторские двери с уникальным дизайном, изящные люстры и подсветка. Внутренние работы в театре выполнили на 30%. И, конечно, зрительный зал, он тоже преобразится. Полностью поменялась архитектура нашего потолка. Здесь будет полностью напольное накрытие меняться, напольное покрытие. Крисло у нас хорошее, в хорошем состоянии, в отличном. Они, в принципе, сохраняются. Передняя часть, буршированный деревом будет, сценическая. Это то, что пожелание тоже было. В зрительном зале делают текущий ремонт. Добавят подсветку на стенах, обновят одежду сцены. Зал будет готов к ноябрю. А полностью капитальный ремонт всего театра завершат до декабря. Для преображения этого объекта культуры вложили 212 миллионов тенге. Решительность, мобильность, самоотверженность – это главное качество спасателей. Ведь ценой у своей жизни они готовы идти и в огонь, и в воду. Особую важность в их работе представляет техническое оснащение. Накануне 25-летия органов гражданской защиты в подразделения областного департамента по чрезвычайным ситуациям поступили 10 новых оперативных автомобилей. Второй год подряд с местного бюджета нам выделяют 100 миллионов тенге. В текущем году за эти средства мы приобрели два трекола-болтохода, которые мы ранее вам показывали, которые мы активно используем в труднодоступной местности. Полностью оснастили все пожарные подразделения, а у нас их 5 в областном центре, на аппараты на сжатом воздухе. То есть аппараты, которые предназначены для работы пожарных, непригодны для дыхания среде при тушении. Также ряд снаряжения приобрели. Недорожники презентовали главе региона. Но прежде Кумар Ахсакалов осмотрел технику и инвентарь, которые уже имеются в арсенале ведомства. Это пожарные автомобили, современные компрессорные палатки и аварийно-спасательные инструменты. Насос, который выдает давление 720 бар. С помощью шланга высокого давления подается давление на инструменты для разжима. Например, это комбинированный резак. То есть металл режет, может раздвинуть плиты, двери можно разжимать. На балансе департамента по чрезвычайным ситуациям насчитывается 147 единиц спасательной техники. Автопарк ежегодно пополняется. Средства на эти цели предусмотрены, говорит Кумар Ахсакалов. Ежегодно будем увеличивать финансирование. Каждый год. И на будущий год мы будем закладывать. И плюс еще есть республиканская помощь. Так точно, так точно. На будущий год начнем строить центр водно-спасательный. Да, да, будем оперативно-спасательный отряд. И потом, значит, нам на уровне, на районе берега. Берега пожарного депо на 4 выезда. За плечами у Аскара Жамбулова сотни потушенных пожаров и главное большое количество спасенных жизней. В рядах огнеборцев он более 20 лет. Говорит, благодаря новой технике работать стало комфортнее. Нам предоставлены автомобили для доставки личного состава и оперативных работ. Нивы почему дают? Потому что в сельских округах есть в некоторых местах бездорожье. Поэтому дают такие проходимые автомобили. А еще в автопарке спасателей есть 4 шестиколесных вездехода. Техники не страшны ни сугробы, ни наводнения, ни бездорожья. Одним словом, это незаменимый помощник. Рустем Кожин вспоминает, как однажды зимой на пульт 112 поступил звонок от беременной женщины. Дорогу в село тогда замело. Проехать на автомобиле не представлялось возможным. На выручку примчал вездеход со спасателями, который и доставил пациентку в роддом. Данная техника, трекол, прибыла на вооружение в 2019 году. Также себя хорошо зарекомендовала. Благодаря этой технике мы сейчас вовремя можем выехать в любое направление Северкостанской области. Суть нашей работы – это поисково-спасательные работы, аварийно-спасательные работы, помощь людям в самых экстренных ситуациях. Ровно 25 лет назад, 19 октября, первый президент страны Нурсултан Азарбаев подписал указ о создании комитета по чрезвычайным ситуациям. С 2008 года этот день считается профессиональным праздником спасателей. Накануне юбилейной даты глава региона Кумар Ахсакалов поздравил сотрудников экстренных служб. Профессия спасателя, она сопряжена с ежедневным риском для жизни. И все эти 25 лет служба спасения, она на защите здоровья, жизни и имущества наших граждан. За это надо их поблагодарить, за их ежедневную работу. На будущий год в бюджете 2021 года будут увеличены средства, нежели чем в 2020-м, на приобретение материально-технической базы. Это машины, это спецтехника. Новые автомобили пополнят автопарк районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Урочище Козелоба находится в Уолихановском районе. Это 700 километров от областного центра. Здешние просторы уникальны и вокруг памятники многовековой истории. Нужно только внимательно приглядеться. В прошлом году посреди голой степи сделали сенсационное археологическое открытие. Обнаружено захоронение средневековья. Жумагильдын Уркешев рассказывает, что легенду о неком поселении местные жители передавали из уст в уста. И поверить не мог, что столкнется с ним наиву. У меня свой скот. Часто пасу на этих полях. Замечал не раз, что кирпичи рассыпаны повсюду. Таинственное непростое место. Я догадывался, что здесь возможно было поселение. Рассказывал еще в 2008 году об этом и археологам, и ученым. И вот в прошлом году догадка подтвердилась. В прошлом году археологи и ученые приступили к масштабным раскопкам. Захоронения пристально исследовали студенты нашего Козыбаев-юниверситета Павлодарской области. По крупинкам собирали каждый археологический элемент. По мнению историков, местечки внизу реки Селиты было городище. Доказательством гипотезы служат семь найденных курганов, которые ученые еще не успели исследовать. Памятник из Ул-Оба поистине уникальная архитектурная находка. Его возвели в первой половине XIV века, в период расцвета Золотой Орды. Когда-то в этих местах находилась ханская ставка, где правили потомки Жошихана, старшего сына великого Чингисхана. В мавзолее найдены четыре захоронения. Они принадлежали представителям средневековой знати. Площадь усыпальницы составляла 36 квадратов. Ее высота достигала 15 метров. Архитектурное сооружение украшало и дополняло своей красотой степной ландшафт. В прошлом году из-под руин археологи достали золотую серегу с бирюзовыми камнями, нашивки из серебра, а еще специальные крючки. Уже в 2020-м коллекция пополнилась и другими ценными артефактами. Это четыре серебряные монеты, которые отчеканили в столице Золотой Орды, серебряное зеркало в шелковой раме, а еще около 20 железных предметов обихода и керамическая посуда. Объем археологических находок – это и средневековые монеты, это и чигири, это и украшения. Очень четко показывает, что здесь, на этой территории, был рассвет культуры, показывает, что были экономические отношения с различными странами Востока. И мы можем сегодня говорить о том, что здесь процветала торговля, искусство, строительство. Свидетельствуют об этом кирпичные сооружения из жены глины и специальные печи, где их изготавливали. Одним словом, кочевники в совершенстве владели гончарным делом и зодчеством. Были в городе и каналы для орошения. Специалисты уверены, архитектурный памятник из Алаба позволит заполнить белые пятна истории северного региона и Казахстана в целом. На этом месте открываем новую страницу в истории Казахстана. Мы знаем и каменный, и бронзовый век, знаем ранний, и железный век. А вот это средневековое было в неизвестности. Вот этот промежуток времени был практически неизвестен. Ну, писалось, что вот было то, было это, но это все были общие слова. А вот конкретная история северного региона Казахстана. До, будем говорить, сегодняшнего момента памятники Средневековья не изучались, не раскапывались, но в силу политических причин. Это полевая лаборатория. Здесь все артефакты детально изучаются, исследуются и проходят процесс реставрации. Современные технологии и 3D-моделирование помогают ученым воссоздать первозданный вид находок. Ну вот на зеркале мы имеем два вида ткани. И вот по моим предположениям, вот основной материал мы взяли в лабораторию, мы это расчистим, потому что перегревы это опасно для таких вещей. Это может быть шелк китайский. Поэтому мы можем говорить о функционировании и великого шелка пути, который выходил в это время. Для нашего региона сакральный объект Кызолоба имеет важную историческую, духовную и культурную значимость. Его нужно развивать, а главное создать здесь комфортные условия для внутреннего и международного туризма. Заместитель главы региона Ганин Нагеметов отметил, что работы уже ведутся. Акимат Северокостанской области совместно с Министерством образования, науки, культуры и спорта будет инициировать проект по музеификации городища Хазлоба. Во-первых, это обогащает нашу культуру, историю нашего региона и позволит привлекать определенные инвестиции, в том числе и развитие инфраструктуры близлежащих сел. А пока археологи готовятся к полевой консервации памятника. Это делают для того, чтобы сохранить объект в целости и сохранности. В следующем году раскопки продолжатся. Субтитры создавал DimaTorzok